Примера за примерой. И вот на афишах не помещается количество названий спектаклей, а в месяце не хватает календарных дней, чтобы отыграть все постановки. Отовсюду сцеплются приглашения на международные конкурсы и на лучшие театральные подмостки. Так сейчас живет Государственный русский театр драмы имени Фазилия Искандера. В этом заслуга его нынешнего руководителя Ираклия Хиндба, который четко понимает, какие задачи сегодня стоят перед театром. Театр должен опережать реальность, он должен подтягивать ее до определенного уровня, должен помогать обществу развиваться, совершенствоваться, избавляться от дикости, избавляться от бескультуре, избавляться от пренебрежения к закону, от вседозволенности. Именно театр может быть таким инструментом, потому что театр по степени воздействия на общественное сознание во многом не знает себе равных. В новом ритме русский драматический театр живет уже 7 лет. Русдрам работает практически без выходных, спектакли идут каждый день, а иногда и два раза в день. С жестким графиком искандеровцы справляются, а главное всегда с аншлагом. 23 августа актеры сыграли 210-й спектакль 42-го театрального сезона. Им стал рассказ Мула старого Хапуга. Кстати, спектакль на сцене Русдрама показывали уже 27 раз. В спектаклю чуть больше года, он 27 раз сыгран. Вот, скажем, спектакль «Мама» позавчера мы играли, за год 18 раз сыгран, всегда все продано. И, кстати, прекрасно этот спектакль сегодня идет, и один из моих любимых спектаклей в нашем театре. Гастрольный график искандеровцев в последние годы очень плотный. Сегодня Русдрам приглашает на лучшие театральные сцены за пределами страны. В этом году актеры театра сыграли пять спектаклей на театральных подмостках Москвы при поддержке руководителя московской абхазской диаспоры Беслана Агрба. Затем труппа сразу отправилась в Санкт-Петербург. Сразу после Москвы мы оказались в Санкт-Петербурге. Сыграли там три спектакля на фестивале в театре «Балтийский дом», где никогда вообще ни один театр не играл больше одного спектакля на этом фестивале. Мы удостоились чести сыграть три спектакля «Красавец-мужчина», «Софичка», «Радость вопреки всему». С сумасшедшим успехом. Там спектакль «Радость вопреки всему» увидел директор театра «Мастерская» и пригласил нас на фестиваль театра «Мастерская» в Санкт-Петербурге с этим спектаклем в ноябре. Далее искандеровцы отправились в Архангельск, Горный Алтай, набережные Челны, Новокузнецк. Одна из самых запоминающихся оваций была в Новокузнецке, в одном из самых красивых театров России, поделился Ираклий Хиндба. Мне директор театра говорит, знаете, мы переживали, мы переживаем, вот в зал пришли семьи работников заводов, там, вот и металлургических комбинатов и так далее, такие, ну, рабочий класс пришел в зал. Знаете, овация, которая была после этого спектакля, сравнима, наверное, вот когда команда побеждает на чемпионате мира по футболу или где-нибудь, вот такая была овация после этого спектакля. Я стоял, у меня были слезы на глазах, и я думал о том, что, я все время так говорю, но скажу, что все не зря. 22 октября Руздрам вновь отправится на гастроли в Иркутск, в знаменитый академический драматический театр имени Ахлопкова со спектаклем «Солярис». Все билеты уже проданы. 1 октября в Москву на фестиваль «Соло», где Руздрам покажет моноспектакль в лучах. 15-16 ноября в Санкт-Петербург искандеровцы поедут со спектаклем «Радость вопреки всему». Гастроли Руздрама не влекут расходов государственного бюджета, отметил гендиректор. На самом деле, нас очень хотят видеть везде, и это раньше было, что мы просились куда-то, а сейчас мы не просимся, нас просят приехать. И готовы заплатить все, все наши расходы полностью. Вот сейчас мы летим в Иркутск, это колоссальные деньги. Вы представьте себе, декорацию туда отправить, людей туда отправить, прекраснейшее место, но далеко очень. Все, полностью все расходы берет на себя фестиваль. То же самое театр-мастерская, то же самое спектакль в лучах, который едет сейчас в Москву. И все те гастроли, которые я перечислил, которые были до того. С 6 по 10 сентября на сцене Государственного русского театра драмы пройдут гастроли знаменитого Санкт-Петербургского театра «Мастерская» под руководством Григория Козлова. Тур состоится благодаря программе «Большие гастроли», реализуемой Росконцертом по поручению Министерства культуры России при поддержке Минкульта Абхазии и Руздрама. Театр привез в Абхазию пять спектаклей. 6 сентября на сцене русского драмтеатра «Ромео и Джульетта» режиссера Григория Козлова. 7 сентября – «Жены» в постановке Марии Романовой. 8 сентября – «Варшавская мелодия Леонида Зорина». 9 и 10 сентября будут показаны два известных спектакля для детей – «Волшебник изумрудного города» и «Винни-Пух». И все-все-все. Билеты на все гастрольные спектакли театра «Мастерская» уже в продаже на сайте Руздрама, в кассе театра и в офисах «Амабайл» по всей Абхазии. Это культовый театр Санкт-Петербурга. Это один из самых популярных театров, любимых зрителями не только в Санкт-Петербурге, но и в России, за пределами России. Например, театр «Мастерская», когда выезжает в Китай на гастроли, на их спектакли набиваются трехтысячные залы. Они были, по-моему, месяц играли там спектакли, и каждый день вот такие аншлаги были. То есть это популярнейший театр, любимейший театр Санкт-Петербурга. 42-й театральный сезон был успешным и богатым на премьеры. Софичка, Алые паруса, Красавец-мужчина, В лучах, Возвращение страны Оз, Роман с кокаином. Впереди еще три премьеры. 26 сентября искандеровцы поставят спектакль Евгения Онегин. Билеты уже в продаже. В декабре покажут пьесу по теннисе Уильямсу «Стеклянный зверинец». Третья премьера будет по комедии Уильяма Шекспира «Виндзорские насмешницы» и состоится 14 февраля следующего года. Также перед закрытием 42-го театрального сезона в ноябре в Руздраме пройдет режиссерская лаборатория «Сандро», посвященная творчеству Фазиля Искандера.